В Наринмаре сегодня вспомнили об экипаже буксирного парохода «Комсомолец» и его пассажирах. Они погибли в годы Великой Отечественной войны в районе острова Матвеев в Баренцевом море. Караван судов атаковала немецкая подлодка. В память о трагических событиях в Наринмаре прошел митинг и возложение цветов в соответствии с морскими традициями. Подробнее об этом расскажет Ирина Нижалова. От морского порта на катере направляемся в сторону лесозавода. За нами следует судно, на борту которого находятся члены Совета ветеранов морского порта и ветеранов войны и труда Неницкого округа. Сегодня у них особая миссия. В этот день, ровно 75 лет тому назад, в районе острова Матвеев произошло трагическое событие. Погиб экипаж буксирного парохода «Комсомолец». Комсомолец за собой тянул боржу П-4. На ней находилось около 300 человек. Это вывозили из поселка Хабарово, где собирались построить морской порт и железную дорогу Хабарово-Воркута. С началом войны строительство было приостановлено. И последними судами начали вывозить людей на другие точки. К «Комсомольцу» в поселке присоединился пароход «Норд», который буксировал «Лихтер Ша-500», нагруженный углем и неисправный пароход «Комелес». 16 августа 1942 года суда направились в сторону Наринмара. На следующий день рано утром, когда караван находился в двух милях от северного побережья острова Матвеев, неподалеку от него всплыла немецкая подводная лодка и начала обстрел. Родистка буксира «Комсомолец» Саша Кожевина успела сообщить об атаке. В момент нападения она работала на ключе уже открытым текстом. Так они шли в режиме радиомолчания, сообщила свои координаты и последние слова прощания. Она погибла вместе с экипажем. Пытаясь спастись, люди прыгали в воду. При артиллерийском обстреле погибло и утонуло свыше 300 человек, в том числе 14 членов экипажа «Комсомольца» и баржи П-4. До острова Матвеев добрались только двое – Лазарь Хозяинов и Просковья Котова. По словам спасенных, немецкие подводники добивали из ручного оружия находившихся в воде людей. С тех пор прошло 75 лет, и сегодня члены Совета ветеранов морского порта и ветеранов войны и труда Ненецкого округа решили последовать традиции моряков. У них принято, проходя над местом гибели кораблей, гудком или брошенными в море цветами, чтить память тех, кто отдал жизнь за Родину. В памяти трагедии, которая произошла в Баренцевом море в августе 42-го года, в Наринмаре рядом со зданием управления морского порта установлен памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец». У нижней части постамента есть плита из нержавеющей стали с именами погибших членов экипажа. Ветеран Наринмарского морпорта Нина Шалашникова в то время была еще ребенком, поэтому лично с экипажем знакома не была, но буксирный пароход «Комсомолец» помнит. Когда он сюда пришел, я видела, как раз там причал был у нас, конец там причал был, и он там стоял, и мы ходили, дети жили, дети войны, мы ходили и его смотрели. Там, значит, мы очень любили, раньше ведь там причала не было, был берег, прямо к берегу приставали пароходы. Инициаторами сегодняшнего митинга, посвященного памяти погибших в Баренцево море мирных граждан, выступили Окружной совет ветеранов войны и труда и совет ветеранов морского порта. Я считаю, что мы все должны, находясь не только здесь, а и в повседневной жизни, передавать молодому поколению, внукам, правнукам, детям, чтобы не забывали эти горькие дни. В завершении митинга собравшиеся, среди которых были первые лица города и округа, представители силовых структур, работники морского торгового порта и ветераны, возложили венки к памятнику экипажа. Добавлю, что по инициативе ветеранов памятник будет перенесен в сквер портовиков. До 22 сентября рабочая группа принимает эскизы на изготовление нового обелиска.